всем привет дорогие друзья привет привет сегодня 23 сентября сейчас 9 часов утра и я хочу вам рассказать все о погоде в сентябре многие спрашивают приезжать не приезжать холодно жарко вот сейчас 9 часов на улице сейчас 28 градусов температура воды 28 с половиной днем температура воздуха доходит до 33 градусов мы приехали на домлатаж специально пораньше пожалуйста не пишите в комментариях что где народ где турист сейчас 9 часов утра у народа завтрак в отеле это раз-два местные туристы приезжают все позже потому что сегодня воскресенье все отдыхают ну а мы пришли специально пораньше чтобы никого не было и чтобы солнце было не таким сильным немножко покупаться часика пол и потом идти там по своим каким-то другим делам ну и конечно же покажем вам как выглядит пляж ранним на пляже совсем мало народу самый самое классное время кстати обычно на домлатаж и очень сильные волны а сегодня на домлатаж и практически нет волн теплая о вода как парное молоко очень теплая солнце еще только встает и видите некоторая часть пляжа еще находится в тени в тени песочек такой холодный а вот я состою на солнце и уже очень даже очень даже жарко народ только приходит только собирается вода сейчас очень теплая только что я говорила что нет волн а волны на самом деле начались поэтому вон мама уже поплывали поэтому я думаю что с камерой я заходить не буду пойду сначала поплаваю а второй заход уже сделаю в водонепроницаемом чехле и покажу вам как выглядит пляж уже уже с берега и 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 Друзья, я их боюсь, как не знаю чего. Посмотрите. Ужас. В общем, страшный зверь. Надо его прогнать. В общем, она улетела. Да, и очень хорошая здесь атмосфера, особенно утром. Поэтому, когда вы находитесь в Алании, да, самое главное, никогда не забывайте мазаться кремом, солнцезащитным кремом, потому что солнце очень-очень сильное. В любое время года, особенно летом, нужно им пользоваться. И тогда вы защитите свою кожу. Ну, в общем, сами прекрасно знаете пользу всего этого. Поэтому, когда вы находитесь в Алании, старайтесь приходить на пляж с 9 до 12 или уже вечером, потому что и народу меньше, и не так жарко. Ну, а мы на Дамалаташи, на нашем самом любимом пляже, как я уже говорила, и искупались. Вода прохладная. Даже не прохладная, а такая тёплая, но немножко прохладная, потому что ещё утро. Днём она ещё больше нагреется и будет уже порядка 30 градусов. Сейчас в Алании начался бархатный сезон, поэтому также, если вы хотите попасть на самую классную погоду в Алании, приезжайте в мае месяце или в сентябре, октябре. Когда начинается, когда спадает жара? В этом году, после 10 сентября, мы ощутили, что жара спала и уменьшилась влажность. Летом влажность может достигать 60%, а сейчас она всего лишь 48% и вообще не ощущается. Правда, вчера вечером чуть-чуть такая была погода не очень классная, точнее, даже такая влажная, но сейчас утром просто красота. Поэтому, друзья, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, стоит ли приезжать в сентябре, тепло ли в сентябре, в начале октября. Обязательно в начале октября я сделаю ещё одно видео, чтобы вы понимали, какая здесь погода. Ну, а сентябрь очень-очень-очень тёплый и классный месяц. В Алании все пляжи очень хорошо оборудованы. Можно взять вот такие вот бунгало, они стоят 50-100 лир, по-моему, в день. Можно арендовать лежаки, зонтики. Именно на этом пляже сколько стоят лежаки, зонтики, я не знаю. Но мы любим идти вот туда, вот в самое начало, ближе к морю. И берём свои полотенца и всегда сидим на песочке, а также у нас есть свой зонтик. В Турции вам никто не может запретить прийти на любой пляж, потому что от моря до какого-либо пляжа, точнее до лежаков, 10 метров. Это государственная территория, и ей могут пользоваться все отдыхающие, граждане, неграждане. В общем, все, кто желает. Ну, а если вы хотите лежаки, можете выбрать лежак и в своём любимом пляжном баре отдыхать на лежаках. Также многие писали и говорили, что лежаки предоставляются бесплатно, если вы что-то заказываете в том или ином. Также на пляже Дом Наташ есть вот такие вот переодевалки. Есть, конечно же, душ. И я узнала, взять в аренду лежак и зонтик стоит 20 лир на день. Конечно же, здесь есть туалеты. Можно что-то заказать из пляжного бара или из ресторана. Народ постепенно приходит на пляж, собирается. Но, как я вам уже говорила, когда мало народу, это вот самый кайф и плавать, и отдыхать. Также здесь находится пещера Дом Наташ. Пещера с волшебными свойствами для астматиков и людей, у которых есть заболевания дыхательной системы. Я знаю, что с 7 до 9 сюда приходят люди и просто сидят, дышат по рецепту, ну, по прописанию врача. Ну, а так пещера работает с 10 часов до 7 и стоит в ход 6,5 лир для детей 3,5 лир. Малерно входит в пещеру, сказал, что если хотите использовать пещеру в лечебных целях, вам нужно взять рецепт, ну, какое-то прописание у доктора, чтобы он вас пустил с 7 до 10. Мы, на самом деле, когда приходим на пляж, мы сидим не очень долго, а покупаемся, там посидим. Мам, ты любишь сидеть долго на пляже? Нет, я не загораюсь сейчас, я только купаюсь. Как тебе вода? Вода просто отличная. Скажи всем, как в сентябре в Аланье? Впервые в жизни я приехала в Аланье в сентябре. Всегда в это время я уезжала. В сентябре очень хорошая погода. Днем тепло, вечером прохладно. Вода просто супер, чистая, теплая, красота. Отдыхать в сентябре очень хорошо. Ну да, в общем, самая кайфовая сейчас погода, поэтому... Не жарко. Вода такая легкая, легкая прохлада, но отлично просто. Планируйте свой отпуск в следующий раз. Если у вас выпадает там отпуск на сентябрь, не бойтесь. В начале октября мы тоже, как я уже говорила, сделаем видео, какая тут погода. Ну, в октябре, в принципе, все то же самое. Может быть, уже в начале сентября чуть прохладнее, начинаются дожди. Ну, вы меня вот спрашиваете, какая погода в декабре. Откуда я знаю? Я знаю, какая была в прошлом году. В этом году что предстоит, неизвестно. В прошлом году была самая теплая зима, жаркое лето. В общем, смотрите прогноз. По ссылке, которую я оставлю в описании, там Турецкий метеорологический институт. Есть точная температура не только воздуха, но и воды. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, это видео было. Для них прогноз – это ты. Полезно. Поэтому они спрашивают тебя. Смотрите. Нет, ну там есть температура воды. Ладно, короче, смотрите все в описании, пишите комментарии, на что сможем ответим. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!